Ну что, друзья, всем привет! В эфире радиостанция Два Берега, Александр Митягин, Станислав Атаманов. Привет, привет! Да-да, привет, привет всем, кто сейчас нас слышит, кто подключился к нашей трансляции. Ну и сегодня к нам в гости пришел человек, который занимается, насколько я понимаю, драматург, киноиндустрией вообще. Вообще просто эстет, да, который любит интересные фильмы. Давайте перейдем к теме нашей беседы. Сегодня мы поговорим об искусстве, об фильмах. Илья, представься. Так, здравствуйте, меня зовут Илья. Вот, и вообще, Илья, расскажи о себе. Ну, если говорить честно, то я пока что на очень еще скромных позициях, еще только на этапе становления, но, несмотря на все это, те драматургические вещи, которые я отправлял на конкурсы, занимало достаточно хорошие места. То есть я попадал в шорт-листы, лонг-листы, то есть еще первых, условно говоря, первое-третье место еще не было. Но в промежутке... Ты попадал в какой-то топчик, да, так сказать? Ну, даже в международных конкурсах, в промежутке между четвертым и восьмым местом, то есть там были шорт-лист, например, я уже попадал. Шорт-лист, короткий список. Да. То есть тройку не попадал, но в такие уже места попадал. И поэтому это для меня подспорье, для меня это сильнейшая мотивация. Конечно, это еще не слишком небольшой уровень, да, чтобы говорить, заявлять себе, что я драматург. Но для себя внутренне я заявляю себе и дают себе внутреннюю мотивацию развиваться в этом плане, мне это интересно. А ты вот какие-то сейчас, говоришь, пьесы, пишешь сценарии, вообще они где-то реализуются в каких-то постановках, может кто-то берет их вообще к себе? Ну, скажем так, были такие заявления на этот счет, но пока что конкретики ничего не было такого. То есть наш Березняковский драмтеатр пока как бы тебя, ну не знаю, не рассматривает какие-то твои сценарии. Ну смотри, чтобы меня рассмотреть, надо выйти на уровень, не знаю, там Ярослава Пулиновича, чтобы у тебя были конкурсы, премии, первые места, чтобы ты уже где-то засветился. А, то есть у тебя там прям сертификаты, да, там все такое. То есть у меня никакого бэкграунда нет, у меня никакого прошлого за мной нет, то есть я просто какой-то парень с улицы, который хочет что-то о себе заявить и рассказать. Да, что-то интересное сделать, да. Да, поэтому я пока никакого себя статуса не представляю для них, и то есть я не могу, условно говоря, заявить о себе. Ну, претендовать, наверное, уж тогда так сказать. Да, то есть обо мне нельзя сказать, что я там драматург прямо в таком широком плане, да. И то есть и мое имя не будет рекламой того продукта, который будет реализован. Не, ну опять же, если это какие-то интересные сценарии, допустим, если ты качественно что-то пишешь, почему просто нельзя заинтересоваться, прочитав это, и кто-то там увидит какие-то образы, и поймет, как это можно построить на сцене вот это вот все, и показать зрителю, как конечный продукт. То есть почему именно так просто нельзя это все сделать? Именно нужно какое-то, так сказать, портфолио, да? Ну, к сожалению, к счастью, без портфолио вообще никак. То есть мы даже, если взять, вот сейчас мы переведем, если даже фильмом, да? Да. Почему часто у нас снимаются, например, крупномасштабные проекты, почему снимаются там сиквелы, приквелы, да? Ну, потому что там понятно, что если ты вложишься, например, в сиквел, приквел, ты заработаешь кучу бабла. А если ты вложишься в какой-то проект, хотя, казалось бы... Который типа ноунейм, так сказать. Да, ноунейм, о котором ничего не известно, и там очень мало людей готовы вложиться большими деньгами в неизвестный проект. Потому что все продюсеры, понимая, что ты из себя ничего не представляешь, они никак тебя не смогут прорекламировать. А если за тобой что-то стоит, то тебя уже можно как-то каким-то образом показать. Ты уже будешь рекламой самого продукта являться. Пока что я не являюсь рекламой своего продукта, поэтому я пока, в основном, говорю, ноунейм. А вообще, как ты понял, что именно ты хочешь... Да, вот ты в школу закончил, да, у тебя было какое-то понимание? Смотри, вот, да, вот, например, я начал говорить про школу. Вот я в школе начал писать стихи, и у меня там были даже ШПМ. Конечно, это был очень низкий, примитивный уровень. Я сейчас это тоже иногда смотрю, но это настолько все детское, что-то даже, ну, не знаю, стыдно читать все это. Но в любом случае, я этим занимался, мне это было интересно. Но поскольку я родился в городе Березняки, и это было не сильно приветствовалось, тем более у меня в семье там, и вообще в близлежащее окружение как бы не поддерживалось все это, и у меня не было вокруг людей, которым было бы это интересно. Это просто ушло на нет, и когда я пошел уже учиться в институт, ушло, он говоря, на механика, там уже вообще окончательно все забросил, и это забросил я, по сути, на 20 лет. Где вот заняться человеку, если хочется чем-то вот как-то себя реализовать, куда можно пойти, ну, хотя бы познакомиться даже вот с такими творческими ребятами. Вот, Илья, может быть, ты расскажешь или знаешь, где у нас в городе есть вот места для знакомства, творческой тусовки. Я помню, раньше была какая-то Решка, да, вот, Саша? Нет, Решка это было скорее больше такое неформальное сообщество, куда приходили маргиналы, я бы так сказал, да, то есть отчасти люди, которые, ну, нет, там много было интересных людей, я не говорю, что там все были плохие, но чаще это Решка, куда можно было прийти, так сказать, нажраться по синячей, да, там, потусоваться, такое неформальное такое сообщество. Но общение там все равно же присутствовало? Да, общение, любители. Что-то там обсуждали? Ну, там, понимаешь, это как одна большая секта, если так уж называть, была, что там, кто с кем спал, кто что, короче, вот, ну, представляешь, там человек 50 соберется. А, то есть, понятно, что. Илья забыл сказать еще про то, учредитель. А, соучастник создания кафе. Да, кафе Лох, да? Допустим, скажем так, да. Мы когда-то троем решили создать кафе, и причем это были люди, которые очень были далеки всего от этого искусства. Ну, в том плане, что мы не были в какой-то среде, мы не участвовали ни в какой-то среде, но при этом мы очень стремились и желали постигать всю вот эту творческую направленность. Нам очень было интересно кино, музыка, искусство. Мы сами так или иначе чем-то там занимались. Ну, по сути, мы были ребята с завода, вот так, мягко говоря. То есть, мы люди, которые занимались кто-то на рабочих специальностях, ну, и да, там... Кто-то гайки крутил, да? Да, кто-то помогал и делал чертежи, как надо правильно гайку крутить. Я был на второй роли, то есть, я говорил, как надо правильно крутить гайку. Ну, понятно, то есть, ты был как проектировщик, наверное, или что-то... Ну, да, я и проектировщиками, и механиками, инженером ПТО работал, ну, все, вот такое заводское, да. А на каких предприятиях на наших? Ой. Если не секрет. Так. БСЗ, так, БШСУ. Ну, это абвиватуры, ребята, так что, реклама... Да, ну, я думаю, их все знают. Местные, да, все знают. Да, тоже в обязанинках их все знают, то есть, расшифруйте, думаю, нет смысла все равно, это не будет понятно в любом случае, даже если расшифровать. Там что-то еще, у меня там большой послуженный список, у меня там уже вторая, это... Вторая трудовая книжка уже вложена, то есть, я тоже такой... Хочешь сказать, что ты скакал с места на место и пришел завести трудовую книжку, вторую? Ну, там не вторая, там вложение второе уже, то есть, у нее уже не хватило, да, вкладыш уже дополнительный. Ну, скакать... Ну, может так, да, то есть, работодатель, можно сказать так. То есть, тебе какие-то условия не нравились или ты просто постоянно искал для себя что-то новое? То есть, хотел себя попробовать в каких-то еще специальностях? Ну, мне в какой-то момент бывало, что или наскучил, или я просто перерастал эту работу. Просто в какой-то момент, например, год-два поработав, я понимал, что я просто там застреваю, что... Мне уже настолько неинтересно, что я понимаю, что дальше я просто там буду буксовать и я ничего уже не смогу сделать больше. Просто, знаешь, большинство людей, несмотря на все это, я вижу, они себя многие так же чувствуют, но при этом остаются, потому что они не видят какого-то иного выхода. Ну, понимаешь, вот даже Петр Шалаумов, если взять наш поэт Березняковский, надеюсь, ты знаком с ним, вот недавно его видел. Он тоже работает на предприятии и у них трех детей, и действительно, что он, не странно, что такая творческая личность, приходится вкалывать и всех обеспечивать, то есть, ничего с этим не поделать. Ну, у меня, смотри, в этом плане проще, то есть, у меня сейчас нет трех детей, у меня нет жены, я только, мне надо обеспечивать самого себя. Поэтому я могу выбрать образ жизни, работать чисто на себя, то есть, занимать... Были у тебя жена вообще вопрос? Нет, были разного рода знакомства. Ну, то есть, были связи уж так, тогда уж так начнем. Ну, связи, блин, это слишком... Грубо для девочки. Да, слишком грубовато для творческой личности сказать, что были просто связи. Я говорю, это легкие отношения и более в тяжелой форме отношения, более длительные отношения. Что значит, более тяжелые формы отношения? Ну, легкие и более длительные отношения были. Длительные – это лучше. Слишком серьезных не было, таких прям очень продолжительных, если так говорить. Ну, у нас со Стасом, он был женат, я был женат, ну, что-то мы тоже... Нам это не понравилось. Я предлагаю все-таки о культуре города Березки поговорить. Я, может, просто раньше понял, что не стоит жениться, просто вы, может, чуть позже это поняли, когда уже женились. Ну, понимаешь, тут все зависит, наверное, от людей. То есть, какого человека ты себе выбираешь, я вот просто сделал это вслепую. Что касается Стаса, не знаю. Я не хочу говорить про отношения. Давайте лучше про культуру поговорим, ребят. Да, давайте лучше про культуру. Да, у нас в гостях Илья Котельников, драматург, писатель, сценарист, соучредитель кафе «Лофт». Культурное пространство в городе Березеньки, да? Да. Все правильно, все верно. Так, и вот Илья повел нам, что они там иногда обсуждают какие-то фильмы, да? Это была как одна из идей. То есть, мы тоже смотрели, как это делается в театре, да, что это в театре не пошло. Мы просто как идею тоже хотели. Мы показывали раньше фильмы у себя по четвергам, да. И также хотели, чтобы после фильмов оставались люди, обсуждали. Но это просто не пошло, скажем так. То есть, просто не было такого количества людей, которые были готовы это обсуждать. Мы поняли, что если в театре это не пошло при такой количестве аудитории, то у нас, вон говоря, собираясь люди просто не смогли бы так глубоко тоже это обсудить. Просто у нас нет такого количества людей, которые готовы глубинно обсуждать такие вещи. То есть, с чего можно вообще обсудить фильм или спектакль? Вот я помню, еще у нас был режиссер, он говорил, что мы ставим спектакли, и он хотел, чтобы его обсуждали где-то в кафе, на работе, то есть какое-то обсуждение шло во время жизни обычной человеческой, не обязательно там где-то собираться, а просто обсуждать это. Ну смотри, вот Андрей Шляпин, мне было очень с ним комфортно общаться, он вообще очень человек открытый, я даже помню, мы в контакте с ним переписывались, несмотря на то, что он меня вообще не знал, не представлял, кто я такой, он был абсолютно открытый и абсолютно был готовый к общению, к раскрытию себя, к раскрытию и меня в том числе, то есть это настолько была открытая личность, что мне в какой-то степени жаль, что он уехал, я просто не знаю, как современный, как теперешний худрук себя это показывает. Ну надеюсь, что он точно так же перенял эту линию и ее развивает, хотелось бы в это верить. Ага, идея, идея мне очень понравилась, то что он предлагал обсуждать спектакль, вот я и веду к тему, как вообще обсуждать, вот как, как, о чем хотя бы, вот чтобы первую прослойку сделать, начать вот эту культурную жизнь в городе Березенков, с чего, Илья, ты думаешь, можно начать обсуждать фильм или спектакль? Спектакль, спектакль. Мне кажется, там структура примерно одинаковая, там не нужно, знаешь, что-то придумать, там главное, чтобы люди были сами заинтересованы в том, чтобы обсуждать это все, просто у нас, к сожалению, очень мало людей готовы рассматривать очень глубоко эти процессы, то есть, говорю, погружаться в личность режиссера, понимать, почему он снял какое-то было время, например, может он тогда развелся, женился. Вот, например, я сейчас, например, из советского, из советского кино скажу, что, например, у Елены Климова была жена Ларисы Шепетько, и она погибла в 79-м году, и она готовила фильм «Прощание с матерой». И получается, она погибла ровно в тот момент, когда этот фильм уже был на этапе подготовки, и к этому фильму потом подключился ее муж, и этот фильм превратился, то есть, название сократили, и превратился, стало это «Прощание». Мы понимаем, что под этим подразумевается, «Прощание с чем», «Прощание с кем». То есть, там глубокая подоблека идет, это не просто «Прощание», просто фильм, это «Прощание» еще с человеком, который его начинал создавать. Вот я об этой глубине говорю, а представь, что ты знаешь об этом человеке, его биографию, все его прошлые работы, с чего он начинал, потом сам очень много читаешь. Это, знаешь, надо очень много на это время тратить, и просто у нас не так много людей, которые готовы вот в это погружаться очень глубоко. И, к сожалению, да, у нас все выходит только на уровень «нравится» или «не нравится», но опять же, я немножко еще скажу об этом, это не от того, что люди не хотят или не образованы. Люди все чувствуют, хорошее кино или нехорошее кино, интуитивно чувствуют, но, понимаешь, чтобы выразить интуитивно в словах, нужно определенный уровень читательности и подготовленности. То есть вот уровень интуиции – это наш глубинный уровень, который нам дан физиологически. То есть мы это все чувствуем на уровне интуиции. Но слова – это то, что мы уже нарабатываем в процессе воспитания, в процессе образования. Но просто не все готовы образовываться и читать, много изучать. То есть не у всех большой словарный запас, просто не все могут выразить словами свои ощущения. И поэтому часто это говорится, нравится или не нравится. Ну, вроде нормально, окей, прикольно. Вот на этом… Лайк. Да, все. А чтобы это как-то глубинно раскрыть, эту тематику, очень часто многие не готовы или не умеют. Скорее всего, это называются люди такие кинокритики, которые глубинно все изучают. Вот я смотрел блогеров на ютубе. Вселенную Марвел берут, и они знают каждого героя, откуда он и всю историю рассказывает. Я вот не понимаю. Возьмем Антона Долина, я думаю, знакомый с этой личностью. Скажи, кто это, с чем он занимается. Ну, это кинокритик, известный кинокритик, который является редактором журнала «Искусство кино». На первом канале он работал, да, и к Урганту еще приходил. Он у Урганта, да, вел передачу «Атакта», он печатается и в «Медузе», и у него там, вот говорю, редактор журнала «Искусство кино». Кинокритик. Да, он же кинокритик. Нет. Ну, как это яркий пример кинокритика. То есть это наиболее широко известный, популярный из кинокритиков. Просто их как бы гораздо больше. Но, я думаю, если кто-то знаком вообще с критикой фильмов, то, я думаю, очень часто наткались на такую личность, как Антон Долин. И, кстати, он недавно был, ну, несколько месяцев назад у Дудя. Дудь всем известный. Да. Ну, кстати, личность Дудя мне тоже очень нравится. То есть это человек, который раскрывает очень многих, в том числе, режиссеров. То есть это был и Хлебников, в том числе и Сигарев, буквально недавно. То есть, я думаю, дополнительную волну популярности Сигарев приобрел за счет Дудя. Как вот вообще правильно обсуждать вот фильм или постановку спектакля, да, допустим? То есть посмотрели люди и как-то они высказывают свое мнение, обсуждают. И где это можно делать? То есть вот в кинотеатре, да, вот я сходил на Mortal Kombat. Про фильм ничего не буду говорить. Про само вот это посещение могу сказать то, что все просто сразу уходят из кинотеатра и все. Охота, конечно, с кем-то поговорить, пообщаться. Было бы круто, если бы там даже в кинотеатре они, ну не знаю, как-то подняли тему, как вам этот спектакль, как Илья сегодня говорил, там, про режиссера, про деньги, там, ну то есть все-все-все-все подробности. Сейчас это все делается только в интернете, вот блогеры как-то обсуждают, какой-то фильм вышел, они какое-то свое мнение высказывают. Да, и вот вопрос про обсуждение, да, мы тоже уже в галуарах поднимали тему, что даже в театре это не пошла тема обсуждения театральной постановки, несмотря на то, что у театра очень большая аудитория, что он пользуется достаточно большим спросом для Березняков, несмотря на то, что вот казалось бы у нас такой промышленный город, театр очень сильно развился, но даже несмотря на это не находится такое количество людей, которым было бы интересно просто остаться после постановки и пообщаться. Не обсудить ее. Просто, я так понимаю, ну, большинство все равно обсуждает на каком уровне, нравится, не нравится, да, а чтобы это как-то более глубинно затрагивать вопросы, там, личности режиссера, там, актеров, самого произведения, самой пьесы, потом личности драматурга, и это же очень интересно, ну, просто очень мало людей, которые погружаются настолько глубоко, которые могли бы полностью вот так раскрывать. Поэтому в Березняках, к сожалению, даже на уровне театра такое не получается. В больших городах, как я вот знаю, например, в Питере, такие места есть для обсуждения, но там надо понимать, что... Питер это вообще культурная столица. Да, там просто надо понимать, что там живет 5 миллионов человек, и там это культурная столица, куда едут в основном люди, в основном, которые стремятся к культуре. И там понятно, что на 5 миллионов человек найдется 10-20 людей, которые настолько глубоко это погружены, которым интересно будет об этом пообщаться. Это понятно. К сожалению, у нас в Березняках такое пока что не получается. Ну, нет, мы же все равно можем в городе Березняки сделать какое-то хотя бы минимальное, там, не знаю, начало какое-то обсуждение. То есть, с чего можно вообще обсудить, фильм или спектакль? Вообще, если честно, я бы отметил, наверное, начиная вот с того, что когда начали, в 2000 году вышел Даунхаус, насколько я понимаю, фильм такой. Это была треш-комедия, вот, которая была пародия, так сказать, на Достоевского. Вот это вот действительно что-то интересное, чтобы я для себя отметил такое, вот что можно было снять за небольшие деньги, и чтобы потом врезалась память, чтобы ты хотел еще раз это посмотреть. Ты, наверное, знаком с этим фильмом? Так, к сожалению, нет. Я Даунхаус не смотрел. Я уже более поздний фильм не смотрел. Ну, понимаешь, потом все скатилось вот в сторону тупых русских комедий, то есть, вот, Даунхаус, да, это действительно что-то такое, вот, что-то с чем-то, вот, когда берется какой-то классический сюжет, все так переворачивается, какие-то реплики, диалоги, то есть, там, и можно сидеть и смеяться, и это сильно становится культово. А сейчас все наши, именно большинство русских комедий, которые можно посмотреть, ну, это какая-то дичь, то есть, ну, это мое мнение, ребята, вы можете не согласиться. Ну, знаешь, что я хочу сказать, Саша, ты вот рассказал, да, свой отзыв о фильме Даунхаус, там, что-то тебе понравилось. Ну, я просто с этого начал, с чего бы начать. Ну, пускай, да, ты начал, но вот я смотрю, вот Илья сказал, он не смотрел, и у вас не складывается диалог, вот, вы не можете даже продолжать общение, ну, подожди, пожалуйста, можешь мне, мне, да, буквально дать? Ну, то есть, вы не можете уже говорить, и поэтому, если один человек посмотрел фильм, а другой нет, уже как-то нету диалога. Ну, Стас, кстати, у нас есть и фильмы, которые вместе посмотрели, и мы, нам есть что обсудить. Да, потому что я подвел это, почему? Потому что я начинаю именно диалог у Артхауса. Цель обсуждения фильма, нахрена вообще обсуждать? Ну, это интересно просто, как беседа, как разговор, какой-то диалог. То есть, как развлечение? Ну, естественно, то есть, ну, может, кто-то с нами может не согласиться, конечно. Вот, Илья, вот, твое мнение, для чего вообще нужно обсуждать фильмы или спектакли? Вот, твое мнение. Ну, во-первых, какую-то, может, новую волну популярности, скажем-то, хотя бы рассказать об этом. То есть, если люди узнают о таких названиях, то есть, я тоже сегодня для себя почерпнул какие-то новые названия. Нет, мы будем еще не больше показать, например, Эйфория 2007 года. Это уже не менее классный Артхаус. Причем, он так завуалирован, что там даже непонятно, какой это год, но очень такая драматургия. То есть, я бы тоже тебе рекомендовал его к просмотру. Так, Эйфорию я вроде смотрел, мне понравилось, да. Ну, вот. Или, опять же, такие фильмы, как 14+. Ну, тоже, наверное, такое вот. Ну, я смотрел, наверное, да? Знаком с ними. Ну, что-то слышал, но я не смотрел, к сожалению. Ну, знаешь, тут можно сказать, что фильмов очень много. И найти прямо точки соприкосновения очень трудно зачастую. Просто я даже знаю, вот. Просто на основе того, что с кем я общаюсь с людьми, которые очень близки мне по духу. Даже у нас очень мало точек соприкосновения, потому что фильмов реально столько много выпускается. Там один Голливуд выпускает там фильмов 300-400 в год. А представь, сколько их было уже до этого снято. Там Болливуд выпускает 500 фильмов в год. Вообще, честно, недавно я-то видел Болливуд. Они стали какую-то трэш снимать, когда... То есть, я где-то нашел в интернете, кто-то мне скинул. По-моему, Андрей Макаров тоже, может быть, это видел. Там, типа, боевики такие, как там... Типа, там все взрывается, он там летит на машине, там потом раз всех там размотал. Все такое вот. Ты что-то такое вот видел там у них? Это так забавно со стороны смотрится вообще. Такая вот сказка такая неправдоподобная. Как бы, ну, не знаю, смесь такая бульдога с носорогом. То есть, там, типа, оторвал столб там и перебил там бандитов. Знаешь, что-то вот такое вот. Это привлечение, наверное, чтобы для шоу, для веселья. Да, и вообще, да, конечно, очень так забавно со стороны смотреть. Ну и что дальше? Вот точек соприкосновения нет у людей, которые даже смотрят фильмы. Вот в нашем городе, тем более, вот подойдешь к тому и скажешь, как тебе фильм? Я такой не смотрел, а ты смотрел? Ну, потому что у нас люди-то больше любят именно вот попсовое творчество. Даже сейчас, включая канал Муз-ТВ и смотря, что там появляются какие-то новые звезды. Но мы можем же с простых попсовых фильмах начать обсуждать. Ну, то есть, культуру обсуждения. Ну, есть, смотри, есть Артхаус, который приближен к попсе, да. Ну, это сильно сказано при от Звягинцев, да? То есть, как бы, личность Звягинцев, я думаю, известно всем. Ну, да. Я тут, опять сумасшедшая помощь, я только не знаю, кто режиссер. Тоже довольно хороший Артхаус. Это фильм реально про двух сумасшедших, которые, то есть, показывать их взаимоотношения, как они жили, творили какую-то дичь. То есть, с одной стороны смешно, а с другой это вообще дикость какая-то. Но в любом случае, даже если, условно говоря, у нас на первом этапе нет точек соприкосновения, но, по крайней мере, мы делимся фильмами, да? Мы можем друг друга заинтересовать в этом. Мы потом это посмотрим и обогатимся за счет этого. Или там, по-моему, еще есть фильм, который тоже Артхаус, по-моему, неадекватные люди, как-то так он называется. Ну, попробуйте тогда найти, вот, давайте я засеку время, буквально 30 секунд, и сможете ли вы найти какой-нибудь фильм, который вы оба смотрели? Сигарев. Сигарев, да. Давайте другой, вот сейчас. Нирвану, вот ты смотрел? Подожди. Нирвану. 2007 года. Очень-очень интересная задумка, если честно, то есть в этом фильме, то есть тоже банальная история, наркоманы, трэш. Давайте сейчас задача на 30 секунд найти общий фильм, который вы оба смотрели. Вот, Саша, понял задачу? Мы смотрели странного особо. Нет, новый, который мы не обсуждали сегодня. Такая вот задача прямо в прямом эфире. Готовы? Поехал, время пошло. Левиафан. Левиафан, нет, слышал, но не смотрел. Так, ну, Ольга, у него тоже фильм. Вот это я даже не знаю такой. А еще есть такой фильм, по-моему, я не знаю, кто режиссер, там, Сухоруков снимается. То ли Канзас, он называется, то ли что, там такая тоже трэшовая история. Что бы вспомнить-то еще. Я так-то много чего смотрел. Ну, ну, давайте, нам найти общий фильм. Дом, например, по-моему, очень такой есть тоже. Какой-то арт-хаусный. Где там какой-то бандит прятался там. Ну, понимаешь, я, блин, как бы, я много чего смотрел. То есть, как бы, я не знал. Спектакль может быть какой-то. Короткометражный фильм, не знаю. Хотя бы ролик в Ютубе, не знаю. Есть короткометражный. Сейчас не знаю, вышла ли третья часть. То есть, еще в 2016 году выходил фильм. То есть, сборник короткометражек «Новые русские». Такой там, пять или шесть фильмов туда входило. Еще, то есть, был первый сборник «Новые русские» короткометражки. И второй сборник «Новые русские». В общем, Саша, эксперимент провален. В общем, Саша очень много смотрел. Ну, никто таких фильмов как-то не смотрел. Ну, можно посмотреть довольно. Вот, я думаю, в этом и заключается проблема, что нету каких-то у нас клубов по обсуждению, что нету, ну, в картотеке твоих просмотренных фильмов вот одинаковых. То есть, мы даже не можем обсудить, потому что мы не смотрели один и тот же. Ну, Стас, смотри, это как и делается обычно. Например, даже вот взять, например, тут же Питер, да? Просто люди заранее знают, какой будет фильм показываться. Люди изначально готовятся к этому. То есть, они изучают уже по этой тематике. И, приходя на этот фильм, они вместе очередной раз его смотрят. И после того, как они уже посмотрели, я думаю, у них найдутся общие темы, чтобы обсудить этот фильм, как минимум. То есть, они уже после просмотра фильма уже обсуждают. А не так, что они собрались, неизвестные люди, и начали искать совместный фильм, который можно обсудить. Точки за прикосновение, да? Даже в Питере нет такой тематики, которую ты нам задал за 30 секунд причем. Даже там люди заранее готовятся. Там 5 миллионов человек живет. Давайте тогда сделаем, тогда запустим такое мероприятие. А, еще вспомнил один. Какой ближайший? Саша, все, может, не говорит фильм? Давай, просто скажу название, может, тут ознакомиться. Кука. Вот тоже не менее трешовая такая печальная история. Все, Саша. Посмотрите, посмотрите, друзья. Это драматургия. Это, знаешь, вот, когда есть чат ВКонтакте. Ты сидишь в каком-нибудь чате? Есть у тебя или я? Телеграм-то, наверное, да. Где вы общаетесь. Вот. И кто-нибудь скидывает тебе видео просто, и все. И никаких комментариев. То есть, ты же не откроешь его, не начнешь. Вот так же Саша сейчас говорит. Кука, фильм, и все. И кто-то как будто пойдет смотреть. Ну, Кука, я могу зайти наперед. Это фильм про маленькую девочку, которая жила, выживала там в какой-то городской среде, в доме, где была мертвая бабушка, которая там. Ну, короче, это треш, ребята, треш. Но это такой жизненный треш. Но меня не заинтересовало тебя или я. Ты посмотришь фильм Кука? Ну, возможно, но тут опять надо вот аспект такой привести, почему у нас не сильно популярный такой треш-от-хаус на кино. Потому что оно чаще всего как бы чернушное. Ну, это чернуха, да. Тут можно понять, потому что оно идет от реальной жизни. Все равно люди чаще всего видят в реальной жизни черноту. И они отображают это. И тем более люди искусства, они еще очень впечатлительные. Они гораздо впечатлительнее обычных людей, и поэтому они черноты видят гораздо больше. И поэтому они все настолько гипертрофировано все это показывают. У нас или супер-позитивные кино снимают, или супер-негативные, да. Супер-позитивные, что это можем посмотреть? Конек-горбунок. Ты смотрел? По-моему, мультфильм вообще, нет? А там совместно там... Это новый недавно вышел в кинотеатр, да? А, это который про вторая часть или какая-то? Кино вызвало кино. Нет, это не конек-торая часть, это просто фильм. Нет, это какой-то фильм там про русскую сказку. А, там «Последний богатырь», что ли? Да, да, да. Ну вот, это супер-позитивное кино, там снято то ли Диснеем, то ли Сони, там, под эгидой. Ты смотрел «Богатырь»? Ну, я просто не люблю таких фильмов. Я просто знаю, понимаешь? Я смотрю фильмы обычно, которых не могу за пять минут понять сюжет. То есть у меня какой критерий просмотра фильма, стоит его смотреть? Нет. То есть я беру фильм, начинаю его просматривать. Если я понимаю, условно говоря, за минуту, при вот таким отрывочном просмотре, если я понимаю, о чем этот фильм, про что, если я понимаю вообще сюжет, то я его просто не смотрю. В основном, это фильмы какие срабатывают? Это в основном южнокорейские? Какие-нибудь анимешки? Или какой-нибудь арт-хаус? Ну, южнокорейские, это вообще довольно злые фильмы. Я тут уже смотрел одно кино, там, про... Я не помню, как называется, про дом, когда там... Короче, может, ты смотрел? Там, то есть... У них, видимо, как я понял, трудно устроиться на работу, и там семья устроилась, какую-то богатую семью, да, и там в подвале, там, жил какой-то этот... Они его там подкармливали, или потом там произошло какое-то убийство. Ну, что-то такое... Ну, такой тоже фильм такой трэш-шовый, конечно. Саша, любитель таких черношных фильмов. Оскар выиграл. Оскар выиграл. А, «Паразиты». «Паразиты». «Паразиты», да, 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 да. «Паразиты». Ты смотрел? Да. Ну, честно, не впечатлил, не впечатлил. Просто я знаю гораздо больше интересных... Гораздо интереснее кино, которые достойны вот этой такой награды. Это просто, знаешь, это на стыке вот именно южнокорейского и Голливуда. Просто это получается и теми темки, но и поэтому оно заслужило награду. Для меня так. Я для себя так понял. Это смотрел «Последний богатырь». Там очень много спецэффектов всяких, голливудских таких, прям по обычной сказке сделано. Мне понравилось. Кстати, этот «Богатырь», вот этот последний, он набрал больше денег, чем... Ну, вот. «Движение вверх», что ли? «Движение вверх» может быть «Последний богатырь»? «Последний богатырь» набрал больше денег в этом году. А-а. «Кассовых сборов». А тут, кстати, про «Движение вверх» тоже... У нас же он считается одним из самых кассовых фильмов вообще в современной России. Там что-то посмотрело его где-то 12 миллионов человек. Ты это офигенно в фильме смотрел. Саня смотрел? Ну, смотри, число 12... «Движение вверх». Ну, по-моему, это про каток что-то там. Про баскетболистов. Ну, что-то такое... А, да, да, что-то там. Ну, я не знаю, я не помню, честно. Может быть, не смотрел? Его посмотрело 12 человек, 12 миллионов человек в России. Но если брать статистику советского периода, я понимаю, что там людей жило больше как бы в советское время. Но там даже фильм «Солярис» посмотрело 20 миллионов человек. Тарковского? Да, Тарковского. То есть, по сути, это дикий арт-хаус для даже советского человека. Но его посмотрело 20 миллионов человек. Здесь, конечно, много причин, которые можно тоже обсудить. Не знаю, успеем, нет. Давай обсуждай. А если бриллиантовая рука, да, кавказская пленница, там под 80 миллионов человек смотрел фильмы. Классика на все времена. Ну, нет, 80 миллионов человек посмотрел за всю жизнь или вот когда было в прокате? Ну, мне кажется, в каком-то, какой-то период. Ну, мне кажется, основные деньги все равно делаются там первые месяцы. Там остальные деньги делаются там буквально может там 5-10 процентов. Ну, там уже догоняют друг друга, они, наверное, как-то так. Да, все равно, ты знаешь же, что вообще считается основной критерий это первый уикенд для Гелливудского кино. Если фильм проваливается, то все считает, что фильм провалился. Если он делает кассу первый уикенд, то понятно, что там два еще уикендовала. Что-то уже культ получается. Что такое уикенд? Первые выходные? Да, первые выходные, что он собирает. Ну, кстати, вот Mortal Kombat в первые выходные очень хороший показатель показал, лучше всех предыдущих. Вот, то есть, это значит, что в следующие пару выходных он еще что-то соберет, а потом через месяц он будет уже неактуален. Его будут там показывать, может, там один кинотеатр там. В лучшем случае, там денег там в центре, там в Перми, например. То есть, у нас уже он уже уйдет из проката. Страна ОС, по-моему, Сигарев, да, режиссер? Да. Как тебе вообще вот эта картина считает? Блин, это анти-елки, это что-то такое. Это русский фильм? Я вот не смотрел. Да, это русский фильм. Вот показано ТНТ, правда, там была цензура. Да, 2015 года фильм Василия Сигарева. Я даже Сигарева не знаю, честно, извините меня. Я бы рекомендовал тебе этот фильм посмотреть, потому что это такое, знаешь, такая жесткая пародия на елки, которая показывает нашу действительность, что происходит. Елки, елки, вот этот, Урганта и Светлокофин. что показано самом деле, что происходит в России в Новый год. Как вообще страна это на самом деле отмечает. Там было вроде Гоши Куценко, нет? Там был Гоши Куценко, да, снимался. Вот, да. Мне кажется, я смотрел немножко. Немножко. Там есть много мата и таких вот аморальных сцен, но тем не менее не только украшают эту картину. Аморальных сцен? Аморальных. Аморальных? То есть там есть. Ну, там, да, и таких и таких есть. Там очень много разных сцен. Да, там есть и политические сцены, где прям открытым текстом там заявляются, кто хороший, а кто плохой. Ну, правильно я понимаю, там что-то Гоша Куценко что-то в этом, в киоске покупал, что-то не мог там купить. Ну, Гоша Куценко скорее какой-то вот тут вообще нейтральный персонаж, который тут... Ну, нет, я про этот фильм просто, я, может, все путаю. Он скорее повлиял что-то, какую-то главную роль, что... что... в итоге все оказались в одном месте больные и счастливые. Так, конечно, Саша меня опять не понял и на своей волне что-то вещает. Я не помню, что он нам что-то покупал, он там ставил салют на голову. И, кстати, вот этот вот эпизод, когда он ставил салют на голову и орал там Хиросима или что-то такое, вот, повторили уже в сериале Ольга, когда они тоже с Яной Трояновой что-то такое, вот, тоже там есть подобный эпизод, только там в стране ОС это было зимой, а в сериале Ольга это было летом. Ну, мне сложно, Саша, тебя понять, потому что я не смотрел этот фильм. Вот, Илья, ты смотрел же, можешь? Да, ну, кстати, вот про этот эпизод с Гошей Куценкой, да, и вот эти фейерверки на голове. Ну, Василий Сигарев рассказывал, что это из его жизни, то есть, это автобиографичная часть. То есть, и, кстати, вот он в многих фильмах внедряет вот свои вот эти жизненные что-то из жизни, что-то из прошлого. А вот такой фильм, как Я, по-моему, тоже он снимал, или нет? Какой фильм? Я называется. Я? Да, это тоже автобиографический фильм. Нет, это не Сигарев. У Сигарева три фильма вот таких полномасштабных. Это вот «Волчок» 2009-го, если не ошибаюсь, это тоже с Яной Трояновой, кстати. Яна Троянова, кстати, его была жена в тот момент. То есть, они развелись только в 2020-м году. То есть, она была как раз жена его в этот момент. И, кстати, это та женщина, которая была рядом с ним на этапе становления. То есть, стоит тоже дать очень большой респект и уважение, что она была рядом с ним. То есть, в первых спектаклях тоже она у него участвовала, то есть, на этапе продвижения. И вот во всех фильмах тоже участвовала. То есть, она молодец в этом плане. А фильм, я не знаю, кто это, по-моему, там был другой. Я вот даже не знаю такой фильм. Нет, это фильм очень серьезный, если честно. Вообще пишут, что это автобиографический. Даже когда этот фильм начинается, что типа совпадение случайности. То есть, там просто история одного парня, который, так сказать, там начало перестройки показывает. Это вот как раз вот такое вот неформалов, таких вот наркоманов. Там вот это вот все. Он такой очень грязный, если честно, такой черный фильм. Но он очень такой, как-то, не знаю, настоящий что ли. Вот это вот такая депрессуха такая черная. То есть, если вот я, когда показывала своей жене бывшей, то есть, вот этот фильм, она посмотрела первые пять минут и сказала, блин, да это же депрессуха какая-то. Я даже смотреть это не хочу. То есть, это настолько, настолько вот такой вот сильный фильм, что как бы люди, которые любят вот какое-то такое попсовое творчество, сразу же просто закрываются этого всего. Вот, но тем не менее, можно посмотреть, потому что этот фильм показывали в закрытом показе на ТНТ, по-моему, в 2014 году. Довольно серьезная картина. Все, нет чего больше обсудить, У нас же был вопрос про страну Ост, то есть, я не ответил. Мне фильм очень понравился, но опять же, мне вот сама стилистика этого фильма, то есть, мне чем привлекает режиссер Василий Сигарев, это его фильмом «Жить в первую очередь». То есть, для меня это было нечто, для меня это вообще, я считаю, это вообще самым лучшим фильмом для себя, субъективно. То есть, там есть несколько таких сцен, сцен, которые настолько меня сильно тронули, что просто больше не было фильмов российских, да даже иностранных, которые настолько меня затронули. И поэтому «Страна Ост» для меня это было что-то чужеродное, но при этом это Василий Сигарев, несмотря на все это, и это талантливый человек, и там чувствуется вот именно его подача, и вот эта народность. Я понимаю, смотрел его как, не знаю, какую-то такую комедию, такую черную, причем, что там есть даже какая-то вот такая прослойка из «Зеленого слоника», я бы даже назвал, там есть что-то подобное, вот когда вот с этим киоском, там он писал там вот эту записку, там свои мысли, то есть вот как-то вот, ну, немножко какой-то такой вот отголосок взято вот из «Зеленого слоника». Вот это вот. Что за «Слоник зеленый»? Стаса, я вообще такой не рекомендовал к просмотру, потому что… Не рекомендовал? Это фильм не для всех, то есть это очень тяжелый, это такое, знаешь, это трешовое такое кино «Зеленый слоник», то есть, ну, многие знают, конечно, о чем это, и вообще непонятно, зачем поскакал? где ты берешь такие фильмы? Я не знаю, Поскакал, а зачем вообще его снимало, если честно, я не понимаю до конца, потому что скорее это был как протест против войны в Афганистане, вот, ну, видишь, видишь, ты уже какие-то там мысли, да, доносишь то-что? Ну, просто я знаю, много из этого вот всяких вот таких трешовых фильмов. Как тебе, Илья, вкус Александра Митягина на его трешовые фильмы? Ну, я сам достаточно близок к такому трешу, ну, не совсем трешу, к арт-хаусу, скажем так, более мягко. То есть, кому-то ближе треш, кому-то арт-хаус, да. Ну, я хочу немножко статистики привести, такое совсем немножко. То есть, категории людей с 12-24 лет, основные посетители кинотеатров, то есть, это больше 50%. Сколько лет? 12-24 года. Поэтому надо понимать, что в этой возрастной категории ты им не покажешь никакой арт-хаус, никакой треш. Они воспринимают только типа мстителей, что-нибудь такое. комикс, масштабная, комикс, да, что-то шоу. что нигде не надо задумываться, вот как жвачка какая-то, умственная. Посмотрели там на один раз, там, это больше, скорее, развлечение, чем, да, развлечение. фильмы развлечения. У нас современный кинематограф в России, да и во всем мире, разделился на две крайности. То есть, есть арт-хаус, есть такое, чуть ли не полудокументальное кино, авторское кино, и есть вот именно такие масштабные, дорогие ленты, которые просто являются таким Диснейлендом, к шоу, там, куда ты приходишь, там, просто хаваешь, там, кушаешь попкорн, запиваешь колой, и все. Стасу вообще ничего, даже не понимает. И в середине, и в середине нет вот этого кино, которое бы натолкнуло на мысли, то есть вот кино, которое было в 70-е годы, его сейчас вряд ли уже будут снимать такой, например, типа Крестный отец. Какого? Российский? Нет, Крестный отец, американский. Американский, Фрэнсис Форд Коппола. Про итальянскую мафию, по-моему, да? Да, но... То есть, вероятность того, что сейчас бы такой фильм вышел очень незначительно, небольшая. А как же тогда вот... А потому что денег не окупится, да, имеешь в виду? Да, сейчас, конечно, снимает Скорцезе, вот он снимал Ирландца, да, там достаточно дорогой фильм, но это просто еще личность самого Скорцезе и личность тех актеров, что там Роберт Де Ниро, еще там целая приятная актера. Как же такие вот тоже культовые не менее фильмы, там, Карта, Деньги, Два ствола. Вот и Гай Рич. Но опять же, Гай Рич это достаточно такой хороший шоумен. Несмотря на то, что он как бы на стыке типа Артхаус и Блокбастера снимает, но это все же шоумен и все же он умел заявить себя в первом фильме Карта, Деньги, Два ствола. И он просто за счет своей личности потом смог снимать уже другие фильмы. Почему часто у нас снимаются, например, крупномасштабные проекты, почему снимаются там сиквелы, приквелы, да? Ну, потому что там понятно, что если ты вложишься, например, в сиквел, приквел, ты заработаешь кучу бабла. А если ты вложишься в какой-то проект, хотя казалось бы... Типа ноунейм, так сказать. Да, ноунейм, о котором ничего неизвестно, и там очень мало людей готовы вложиться большими деньгами в неизвестный проект. Потому что все продюсеры, понимая, что ты из себя ничего не представляешь, они никак тебя не смогут рекламировать. А если за тобой что-то стоит, то тебя уже можно как-то каким-то образом показать. Ты уже будешь рекламой самого продукта являться. Пока что не являюсь рекламой своего продукта, поэтому я пока условно говоря ноунейм. Ну, если говорить честно, то я пока что на очень еще скромных позициях, еще только на этапе становления, но несмотря на все это, те драматургические вещи, которые я отправлял на конкурсы, занимало достаточно хорошие места. То есть я попадал в шорт-листы, лонг-листы, то есть еще первых, условно говоря, первое-третье место еще не было. Но в промежутке... Какой-то топчик, да, так сказать? Ну, даже в международных конкурсах в промежутке между четвертым и восьмым местом, то есть там были шорт-лист, например. Я уже попадал. Шорт-лист, короткий список. Да. То есть тройку не попадал, но в такие уже места попадал. И поэтому это для меня подспорье, для меня это сильнейшая мотивация. Конечно, это еще не слишком небольшой уровень, да, чтобы говорить, заявлять себе, что я драматург. Но для себя внутренне, я заявляю себе и даю себе внутреннюю мотивацию развиваться в этом плане. Мне это интересно. Ты вот какие-то сейчас, говоришь, пьесы, пишешь сценарии, вообще они где-то реализуются в каких-то постановках, может кто-то берет их вообще к себе. Ну, скажем так, были такие заявления на этот счет, но пока что конкретики ничего не было такого. Если с тобой или хотят связаться как-то, куда можно тебе написать, там, обсудить что-то, поговорить на какую-то тему кино, там, еще вот о твоей деятельности. Ну, ВКонтакте. ВКонтакте можно. ВКонтакте? Да. Я там под своим именем. Как тебя зовут, напомню. Илья Котельников. Илья Котельников. ВКонтакте. Ладно, друзья, тогда, как говорится, всем пока. Радиостанция Два Берега. Спасибо большое за внимание. Вопросы, кстати, вопросы там еще.